рада вас видеть овны с вами я астролог екатерина алиникова и это видео прогноз на октябрь месяц для вашего знака зодиака о чем для нас будет октябрь ну в первую очередь безусловно для многих овнов тема партнерских отношений выстраивание личностных границ где-то сопротивление давлению или наоборот оказывания давления на своего партнера вот это будет очень и очень актуально а также тема клиентских отношений до клиент если вы оказываете кому-то какие-то услуги то вот поиск клиентов взаимоотношения с клиентами они тоже будут очень актуальны и тема дружеских отношений и вообще отношении когда мы имеем какие-то друг перед другом взаимообязательства и это все будет акцентировано в октябре месяце и потребует от нас пересмотра если мы говорим про мировой масштаб то безусловно у нас октябрь месяц это время когда экономика она как при будет притормаживаться и мы будем выжидать выжидайте что же будет после и только где-то после 20 чисел октября начнутся изменения начнутся какие-то сдвиги а будут подписываться новые какие-то договора пересматриваться до 20 числа после 20 числа уже начнется действие но и как мы с вами все знаем уже это новость номер один обычно даст в астрологическом окружении что сейчас у нас ретроградный меркурий и он будет до 18 числа но помимо ретроградного меркурия у нас еще очень много высших и социальных планет тоже находится в ретроградном движении то есть нас несколько притормаживать нам не дают набрать разгона чтобы двинуться вперед по каким-то сферам жизни и на скорее всего будут возвращать назад до 6 числа это тот период времени когда мы можем получать приветы из прошлого в чем они могут заключаться на кто-то из прошлого ваш бывший возлюбленный или возлюбленная а может быть ваш клиент когда который был у вас когда-то очень давно может дать о себе знать да то есть вот эти приветы в социальных сетях приветы в смс-сообщениях они выйдут на первый план в мессенджерах и будут очень очень актуальны а второй момент с 1 по 6 число у нас меркурий будет находиться в квадратуре с плутоном это положение которое затрагивает ваш или седьмой дом и 10 дом гороскопа это говорит о том что вы можете чувствовать некое перенапряжение в работе с клиентами или в профессиональной деятельности отношении с начальством с коллегами то есть это период времени когда может быть очень интенсивная нагрузка умственная когда мы можем очень много думать и очень много информации будет приходить также в этот период времени до 6 числа включительно мы можем ощущать некая склонность к негативному мышлению нужно понимать что это все временно что мы сейчас оцениваем ситуацию не так объективно да как она того может из себя представлять после 6 числа наше мышление на станет более позитивно направленным то есть вот для интенсивного какой-то проработки в профессиональной деятельности очень подходящее время а вот для того чтобы уходить в минус по мышлению здесь нужно быть осторожным и не допускать вот уход в эту сторону следующий момент это 6 октября это новолуние мы знаем с вами до что новолуние это всегда начало нового какого-то этапа на целый лунный месяц и данная новолуние она будет проходить в таких довольно таки напряженных аспектах и очень много будет соединений и они такие будут конфликтные и и это говорит о том чтобы данная новолуние значит что нам нужно смотреть чтобы не поругаться чтобы не поконфликтовать с партнерских отношениях да потому что именно сейчас может быть заложена какая-то ситуация такого на нервозности на там на том что нам не хватает сил и хватает энергии и она может привести к конфликту который прям вот затянется на целый месяц поэтому имейте это ввиду и 6 октября вносите в свою жизнь какие-то новые начинания в рабочих в профессиональной деятельности партнерских отношениях но со знаком плюс следующий момент который нас ожидает это 7 октября начиная с этого числа у нас венера меняет знак она переходит уже в более позитивный для себя знак более радус радужным и поэтому мы можем ожидать улучшение нашего настроения а повышение тонуса жизненного до оптимизма больше появляется и этот период времени вас венера проходит по девятому дому гороскопа это говорит о том что вы или начнете решать какие-то вопросы связаны с документами это неплохой период времени дать для решения юридических каких-то вопросов только это если будут новые какие-то начинания то лучше после 20 числа после 18 20 числа до если же это то что нужно давно требовало пересмотрение переоформление то вот начиная с 7 октября и вот когда у нас меркурий ретроградные до 18 числа это наиболее подходящий период времени если вам суд в этот период времени выносит какой-то результат в инстанция какой-то дает свое заключение до 18 октября то мы можем ожидать то что его будут есть возможность его пересмотреть если она вас не устраивает да и получить тот результат на которую вы надеетесь да только это лучше сделать чуть чуть позже начиная после 18 числа а это если вы получаете впервые какое-то решение какого-то документа решение вашего вопроса также начиная 7 октября период времени очень благоприятный для того чтобы ездить куда-то отдыхать расширять мировоззрение идти на какие-то курсы все что связано с углублением до каких-то знаний а связаны с философией с мировоззрением и вот начиная 7 октября и до конца месяца следующий момент это до 11 октября вот этот период времени у нас может быть повышенная конфликтность в партнерских отношениях с одной стороны это может быть очень сильная энергия то есть какой-то поклонник будет у вас активно добиваться или поклониться да то есть активное взаимодействие в лучшем случае это может быть с нашим партнером мы можем куда-то с ним ездить и решать какие-то вопросы в худшем случае это тот период времени когда мы можем конфликтовать когда какая-то ситуация она будет требовать от нас дипломатии и вообще весь октябрь месяц этот период времени когда нам вот эта дипломатия будет очень нужна следующий момент это с 12 по 22 октября у нас опять задействован 7 10 дом гороскопа в этот период времени очень важно простраивать правильно границы в профессиональном русле да то есть как вы можете кого-то подавлять так и вы будете чувствовать что работа вас захватила и взяла в плен и вам нужно будет вовремя отстроить границы и сказать что я вот здесь работаю а вот здесь не работаю до выстроить какие-то правила очень важно вот в этот период времени с 20 по 22 октября иметь в виду что дипломатия это наш помощник что умение грамотно сформулировать что мы хотим без криков без агрессии будет очень полезно именно сейчас и 23 октября у нас солнце переходит восьмой дом гороскопа то есть мы можем говорить о том что вот после 23 числа решение каких-то финансовых вопросов решение вопросов кризисного характера но начнет получать свою развязку и вообще после 22 числа у нас начнет очень большая активность которая уже будет приносить свои плоды если вы планируете подписывать какие-то договора новые да не старые пересматривать а вот именно новые что-то в новую делать по-новому то я бы рекомендовала это начинать после 22 числа и на 20 октября это полнолуние полнолуние будет в первом доме вашего гороскопа это очень шикарная полнолуние а это говорит о том что именно в канун 20 числа это может быть и 18 и 22 числа вы посмотрите на себя с другой стороны вы увидите некую ясность в своих действиях вы увидите по взгляните на себе на свою внешность на свою активность вы как будто знаете вот со стороны можете увидеть какие-то моменты которые допустим вам понравится вы увидите что вы классная да или что вы вот здесь вот очень быстро реагируйте это ваше достоинство а может быть именно в этот период времени вам покажут что вы себя недооцениваете да в партнерских отношениях или в профессиональном русле то есть это что-то очень яркое касаемо вас как личности вашей внешности она выйдет на первый план и покажет нам направление действия в этот период времени у нас возможны конфликты возможно некая подавленность да когда мы будем чувствовать себя что мы хотим больше чем мы имеем вот это полнолуние она нам может принести то ясность куда нам двигаться в профессиональном плане и в партнерских отношениях рада вас видеть тельцы на своем канале и с вами по прежнему я астролог екатерина оленика это видео прогноз на октябре месяц для вашего знака зодиака на что обращаем внимание в октябре но в первую очередь того что у нас очень большое количество планет практически весь октябрь будет шестом доме вашего гороскопа это про заботу о своем здоровье это про какие-то рабочие рутинные дела и это про то что нам очень важно именно сейчас особенно в первую половину октября с 1 по 6 число поддерживать позитивное мышление потому что вот эта критичность это вязкость нашего мышления она будет очень актуальна и мы можем видеть ситуацию со знака минус и не видеть ее достоинств именно и в октябре очень важно придерживаться некого командного духа то есть очень важны такие взаимоотношения когда мы с кем-то в паре во единстве и так чего бы ни касалось здоровья рабочих каких-то будней да но нам очень важно с кем-то обсуждать его единстве куда-то двигаться с 1 по 6 октября у нас меркурия в квадратуре с плутоном у вас затронут шестой дом гороскопа и это говорит о том что именно в работе именно в заботе о заботах о своем здоровье потребуется быть внимательным это период времени когда может быть очень большого количества работы и от нас будет требоваться очень интенсивная какая-то нагрузка могут заскрываться договоренности могут в этот период времени переносить какие-то записи допустим к врачу вы записались она перенеслась или вот какие-то накладки в этот период времени очень важно не погружаться в со знака минус в раздумьях о своем здоровье о своих каких-то болезнях потому что в период ретроградного меркурия информацию которую мы получаем впервые она может быть недостоверна поэтому если вы сдаете какие-то анализы проходите какое-то обследование в этот период времени до 18 числа я бы рекомендовала а уточнять и повторно пересдавать потому что очень часто бывает именно сейчас вопросы с правильными результатами да с вот этими моментами следующий момент это 6 октября это новолунья она тоже приходится на 6 дом вашего гороскопа поэтому если вы задумывались уже давно не пойти ли вам тренажерный зал или заняться каким-то здорово начать вести здоровый образ жизни то вот сейчас самое время в том плане если вы еще когда-то уже у вас были на какие-то начинания ранее то сейчас вот самое время их возобновить дать новую жизнь и вот шестое число это тот период времени когда у нас может не хватать энергии или может быть очень большое количество работы поэтому этот момент нужно учитывать и грамотно распределять свои силы следующий момент это седьмое число и до конца месяца очень позитивно на мозг лет события наконец-таки венера переходит знак задека стрелец и это восьмой дом нашего гороскопа стрелец это про позитив это про эмоции это про некое радужное такое видение перспектив на будущее и восьмой дом это все что у нас связано с финансами кредитами может кто-то рассчитается с долгами рассчитается с кредитами у кого-то именно начиная с 7 октября начнется интенсивная сексуальная жизнь до восьмой дом дом секса поэтому именно сейчас у нас будет возникать и потребности и желания и возможности в решении вопросов связанная сексуальной сферы все что связано с кредитами и какими-то такими экстремальными моментами да ну большей степени конечно со знаком плюс следующий момент это с 1 по 11 число у нас марс происходит соединение с солнцем долгий период времени они идут рядышком и это говорит о том что вы будете очень много энергии отдавать или рутинным каким-то делам или работе да то есть вам придется туда приложить как у каких-то больше усилий чем обычно может быть у вас будут возникать конфликтные работ вопросы какие-то или вопросы требующего решения с вашими подчиненными да то есть и вот очень важно помнить что весы вот это все нас весах происходит требует от нас дипломатии потом поэтому нам очень важно проявлять дипломатию некую такую баланс да и не нарушать чужих границ но также не давать нарушать наши собственные границы также именно в этот период времени большая травмоопасность присутствовать травматика поэтому будьте более аккуратны и присутствует риск аварии в этот период времени с до 11 числа он несколько повышенной и все что связано с высокой температурой также может присутствовать заболевание поэтому до 11 октября вам рекомендация более бережно относиться к себе к физической нагрузке да и перенаправить это на заботу да у нас здоровые направленность своих мыслей действий на здоровый образ жизни следующий момент это с 12 по 22 число у нас задействован солнце и задействован плутон и это говорит о том что в этот период времени мы можем получить некую силу в рабочих моментах когда мы можем отстаивать нам придется вот эта энергия у нас появляется и мы можем отстаивать свои границы касаемо рабочих моментов именно в этот период времени мы можем где-то сами злоупотреблять вот этим давлением а могут окружающие в отношении нас за опыт злоупотреблять вот этими какими-то своими действиями поэтому очень важно быть внимательным в этот период времени с 12 22 числа и держать вот этот баланс начиная с 18 числа с 20 это период времени активных действий когда мы можем начать получать тот результат который заложили в начале месяц и 20 октября это полнолуние полнолуние у нас приходится на 12 дом вашего гороскопа поэтому именно сейчас мы можем узнать о какую-то информацию которая была одна скрыта или как это тайную информацию или именно в этот период времени мы можем получить результат нашего обследования если мы такого проходили вот это полнолуние она конечно может склонять к повышенной эмоциональности как повышенной конфликтности и к решению вопросов которых уже нельзя откладывать которые мы скрывали сами от себя не признавались что у нас это есть и вот в канун 20 октября эта ситуация она может выйти на поверхность могут всплыть тайны именно в этот период времени мы можем ожидать некие решение вопросов связаны с эмиграции какими-то далекими поездками перемещениями и все что связано с госпитализации да то есть и решение вопросов хронических заболеваний они именно вот в канун полнолуния могут быть решены и как-то проработаны рада вас видеть близнецы на своем канале и с вами по-прежнему я астрологи екатерина оленика это прогноз на октябрь месяц и если мы скажем два-три предложения о чем у нас будет октябрь для вас но в первую очередь это все что связано с любовными отношениями романтическими влюбленностями для многих представителей знака близнецы выйдет на первый план а второе направление это все что связано с детской родительскими отношениями и третье направление это наше проявление себя это наше хобби это наше увлечение именно сейчас вот эти моменты они будут претерпевать какие-то изменения давайте обо всем по порядку большое количество планеты в октябре у нас также продолжают находиться в ретроградном движении и меркурий у нас находится до 18 числа в ретроградном движении поэтому очень важно обращать внимание что сейчас возможно искажение информации особенно с 1 по 6 число то есть то что мы будем получать какую-то информацию она не всегда будет достоверна на это обращаем внимание второй момент все что касается видение ситуации касаемо наших детей касаемо наших любимых людей она может быть нами оценена более критично более не так объективно как того хотелось бы именно в этот период времени с 1 по 6 число возможно возврат ситуации из прошлого которые у нас были в сентябре для того чтобы мы по-новому взглянули и изменили какие-то моменты с которыми мы когда-то сталкивались вот в сентябре 6 сентября нас ожидает новолунья данная новолуния она приходится на 5 дом вашего гороскопа поэтому именно сейчас в канун этого новолуния очень хорошо вносить какие-то полезные действия касаемо наших детей вводить полезные привычки именно в канун этого новолуния многие представители знака близнецы могут влюбиться или по-другому взглянуть возобновить отношения из прошлого ретроградный меркурий у нас то весах поэтому вот эти все приветы из прошлого до в мессенджерах в социальных сетях они будут давать о себе знать и будет появляться такая потребность пообщаться с любимыми людьми которые были когда-то у нас вот прошлом а также вот в канун этого новолуния мы можем заложить новый сценарий взаимоотношении с нашими детьми в их воспитании поэтому обязательно пользуйтесь этим моментом валуне она действует на целый месяц ближайший до лунный месяц поэтому именно по этому что у нас будет происходить и как это будет происходить мы можем судить о том как будет протекать целый месяц в самоотношениях с любимыми людьми самоотношениях с детьми пятый дом это наше хобби поэтому если вы когда-то занимались танцами например или изучали английский язык и вот сейчас подумывайте возобновлять или нет то как раз вот это новолуние она неплохо для того чтобы возобновить какие-то старые наши увлечения вывести их на новый уровень следующий момент это 7 октября на мой взгляд это довольно таки позитивное событие потому что венера она меняет знак и вот от этих сильных переживаний каких-то эмоциональной нестабильности мы перейдем в более такое ресурсивное состояние а потому что венера переходит знак зодиака стрелец а это все-таки про позитив это про какой-то поток такой эмоциональные очень сильный и у вас венера касается партнерских отношений поэтому именно сейчас мы можем как-то проснуться начиная после 7 октября и понять что мы счастливы потому что с нами вот есть такой любимый человек или часть представителей знака зодиака близнецы именно сейчас после 7 октября могут влюбиться или станут себя чувствовать очень любимыми в этот период времени вообще любовная тематика она выйдет на первый план это конца октября будет очень актуально также с 1 по 11 октября у нас марс находится в соединении солнца это говорит о том что у нас будет вот этот импульс каких-то активных действий касаемо наших детей присутствует большая вероятность конфликтов каких-то ситуаций когда мы будем очень много энергии отдавать или заботе о наших детей или каких-то решениях вопросов может быть кто-то именно в этот период времени может стать мамой или папой может произойти зачатие детей в этот период времени но очень большое количество энергии будет именно мыслями о хобби о детях о любимом человеке также очень важно в этот период времени до 11 числа понимать что травмоопасность выше среднего да у наших детей поэтому быть более внимательными и более бережно где-то их подстраховывать и также вот марс у нас иногда дает температуру поэтому в этот период времени мы можем столкнуться с повышением температуры или у любимого человека также или опыт у нашего ребенка с 12 по 22 число это период времени когда очень важно знать себе цену и знать свою ценность именно в этот период времени мы можем сталкиваться с какими-то ситуациями когда будут подавляться наше как бы чувство собственного достоинства или мы будем пытаться на кого-то нападать до бессознательно желание такое самоутвердиться за счет кого-то или наши границы будут нарушать поэтому именно сейчас 12 по 22 октября очень важно грамотно отслеживать да что мы кто мы да и не нарушать границы других людей вообще октябрь месяц это месяц когда мы должны с кем-то во единстве двигаться именно решение вопросов союзе они будут намного благоприятны чем когда мы движемся единично до в каком-то направлении и 20 октября нас ожидает полнолуние и полнолуние будет у нас в одиннадцатом доме гороскопа это все что связано с дружескими отношениями это все что связано с планами на будущее поэтому в канун полнолуние мы можем наблюдать некую тревожность некое волнение или некую такую будоражащую энергию внутри потому что будем будет потребность чтобы узнать куда нам двигаться дальше или что там в будущем да и мы хотим хотеть будем определенности и вот эта определенность как раз может появиться в канун двадцатого числа в канун двадцатого числа нужно более дипломатично выстроить отношения с друзьями потому что возможно недопонимание и все что связано с детьми и финансовой составляющей касаемо детей грамотно им отдавать финансы где-то просить отчитаться за эти финансы если они от вас зависимы да и понимать да что вот финансовая составляющая в канун двадцатого числа может как-то потребовать у нас дополнительных выливаний касаемо наших детей рада вас приветствовать представитель знака зодиака рак на своем канале не с вами по-прежнему я астролог екатерина оленика это видео прогноз на октябрь месяц и если мы скажем двумя-тремя словами о чем это будет месяц для вас безусловно это все что связано с семьей недвижимостью решение каких-то вопросов которые у нас глубоко-глубоко психики были заложены они сейчас выйдут на поверхность и мы будем с ними разбираться а если мы оцениваем первую неделю октября то с 1 по 6 число у нас меркурий идет квадратуре с плутоном это говорит о том что именно сейчас мы можем чувствовать некое давление от нашего партнера касаемо каких-то отдел касаемо нашего этом ремонта к примеру или каких-то бумаг которые нужно вот оформить нас могут вернуть куда-то в прошлое когда у нас уже такая ситуация внутри семьи внутри рода было и нам ее нужно сейчас вот пересмотреть и по-новому или отстоять свои границы до или а по-новому ее как-то разрешить вот с 1 по 6 число очень важно держать некий баланс держать свои границы и не нарушать границы других людей близких вам следующий момент это в октябре новолуния но будет на 6 числа мы помним с вами что новолуние это закладывание какого-то сценария который будет актуален для нас в течение целого лунного месяца и опять это новолуния но приходится на четвертый дом вашего гороскопа это говорит о том что если именно сейчас вы начнете какие-то вопросы решать связаны с вашей недвижимостью допустим с каким-то ремонтными работами какими-то переездами то именно в течение месяца эта ситуация она может быть как-то вот очень актуально или затянуто допустим потому что сейчас период ретроградного меркурия и новые начинания они будут двигаться очень медленно если же это что-то мы переделываем то как раз период очень даже неплохой который очень быстро может дозавершиться само новолуние может быть нехватка энергии может присутствовать такая раздражительность поэтому этот момент учит мы вносим какие-то приятные моменты приятные бонусы которые нас расслабляют и направляют наше мышление в позитивное русло и начиная уже 7 октября вот этого позитива в нашей жизни действительно станет больше потому что венера меняет свой знак из такого импульсного и такого интенсивно напряженного положения она переходит в более позитивное более радостное положение когда вот этот позитив он как будто уже начнет витать в воздухе и мы будем более открыты да и более жизнерадостны начиная седьмого числа и до конца месяца венера переходит шестой дом вашего гороскопа это говорит о том что в этот период времени вы можете с радостью или ходить на работу или вы будете заниматься какими-то делами рабочими но которые приносят вам удовольствие может быть кто-то именно в этот период времени будет совершать какие-то поездки и командировки кто-то пойдет проходить обучение но это обучение она будет вам в радость потому что все-таки стрелец он такой жизнерадостный и оптимистичный следующий момент это с 1 по 11 число это тот период времени когда важно обращать внимание что возможно возникновение различного рода нет понимания внутри семьи в лучшем случае у нас появляется энергия и такая вот активность и мы занимаемся ремонтными работами или мы что-то решаем касаемо недвижимости допустим мы какие-то оформляем документы которые были недооформлены мы что-то доделываем переделываем в худшем случае вот этот период времени до 11 октября у нас могут возникать ссоры недопонимания то есть мы можем вспыхивать очень резко а вот какие-то вот конфликты поэтому этот момент учитываем и перенаправляем эту энергию допустим в физическое русло до когда нас очень много физической активности мы туда ее сливаем следующий момент с 12 по 22 октября у нас задействован и четвертый дом гороскопа и седьмой дом гороскопа поэтому именно в этот период времени мы можем столкнуться с ситуациями когда нам нужно будет состоять собственные границы касаемо нашего партнера или же именно сейчас мы можем чувствовать какое-то давление со стороны партнера и нам нужно будет вовремя осознать свою ценность себя да и вот не дать себя вот втоптать куда-то нехорошее положение эмоционально не позволить себя вот подавить и вот этот период времени с 12 по 22 число очень важно тоже очень грамотно выстраивать отношения если вы работаете с клиентами потому что их может просто не хватать в этот период времени или мы можем сталкиваться с клиентами такими сложными по своей психоэмоциональной составляющей по своей характеристики поэтому обязательно вот этот момент учитывайте и сами также не злоупотребляйте властью до 18 октября у нас меркурий ретроградный это говорит о том что могут сорваться какие-то договоренности вот этот период времени нужно очень внимательно подписывать документы проводить платежи потому что возможно какие-то задержки какие-то ошибки да и будет больше ну и тема партнерских отношений и каких-то договоренностей в партнерских отношений она будет тоже очень актуальна 20 октября это полнолуние полнолуние это всегда про эмоции про какую-то ситуацию которая высвечивается и когда нам нужно что-то менять и данное полнолуние затрагивает ваши взаимоотношения с начальником с начальством и в профессиональной деятельностью поэтому именно сейчас вы можете или получить предложение о работе до подтверждение допустим что у вас берут на новую работу или вы поймете и осознаете что все больше так продолжаться не будет не может я должен что-то менять то есть какая-то ясность какая-то вот понимание чего-то в профессиональном плане она появится и принесет свои плоды рада вас видеть ли вы на своем канале не с вами по-прежнему я астролог екатерина олейникова это видео прогноз на октябрь месяц для вашего знака зодиака у нас в октябре месяце очень акцентирован знак зодиака весы и это все что связано с партнерскими отношениями это все что связано с балансом это все что связано с умением договориться и договоренностями именно дипломатия и умение действовать во единстве с кем-то будет иметь очень большую силу поэтому этот момент нужно обязательно учитывать с 1 по 6 октября у нас очень акцентирован третий шестой дом гороскопа это говорит о том что у нас именно сейчас будет большая какая-то интенсивная нагрузка связаны с информацией может быть именно сейчас мы будем получать какую-то новую информацию может быть мы будем проходить какое-то обучение или будут требовать от нас внимание какие-то вопросы связаны с оформлением документов с 1 по 6 октября я бы рекомендовала многим львам тем кто водит машины быть более внимательными да и более аккуратно перестраиваться и вообще все что связано с маневрированием вот завершать вот эти действия следующий момент именно в этот период времени мы можем ощущать некую усталость а как от того количества информации которую получаем это может быть информация или какие-то вопросы которые связаны с нашими родственниками и причем эти ситуации в нашей жизни уже могли быть в сентябре месяце и они сейчас каким-то образом опять повторяются то есть тогда она была недорешена сейчас нам дается возможность ее до решить или допустим вы сдавали какой-то экзамен в сентябре его не сдали и сейчас вот отличная возможность чтобы его пересдать да все что связано с документами также сейчас очень идеальное время для того чтобы пересмотреть и переделать что-то 6 октября у нас новолуние новолуние это всегда закладка какой-то новой энергии на целый лунный месяц поэтому именно сейчас я бы рекомендовала внести какие-то новые полезные привычки касаемо ваших родственников касаемо вашего манера вождения автомобиля касаемо обучения касаемо ваших соседей именно сейчас мы можем что-то начать менять но при этом вот эта смена она должна уже была попытка быть да то есть ранее а допустим раньше вы пытались отстроить границы с вашими соседями чтобы к вам не приходили там по воскресенье в 7 часов утра да и сейчас вот если вы как-то сделаете замечание отстроите грамотно вот эти вот коммуникации они действительно сработают напомним в канун 6 октября мы это делаем то же самое это может касаться и родственников и каких-то других вопросов связано с информацией обучением начиная с 7 числа у нас венера меняет знак и меняет в более позитивное более гармоничное русло и переходит в пятый дом вашего гороскопа поэтому именно сейчас ли вы могут получать очень большое удовольствие от общения с детьми или же именно в этот период времени мы можем влюбиться да и почувствовать какую-то романтическую влюбленность все что связано с выигрышами какими-то хобби увлечениями мы тоже можем куда-то поехать и получить какое-то удовольствие вот начиная с 7 октября и до конца месяца это период времени благоприятны для общения с детьми для каких-то влюбленных романтических встреч и каких-то поездок когда вот мы что-то получаем и куда-то едем дай получаем удовольствие с 1 по 11 октября также это период времени когда в нашей жизни могут возникать какие-то ситуации требующие от нас резкого реагирования могут быть ссоры могут быть аварии в этот период времени поэтому более внимательно да еще раз повторюсь нужно быть за рулем могут быть недопонимания и конфликтные ситуации связаны с родственниками в лучшем случае это какая-то активность в решении вопросов и какое-то появление энергии касаемо вот оформление документов или завершение какого-то этапа который был иначе довольно таки давно вообще мы знаем с вами до что до 18 числа у нас меркурий ретроградный меркурий ретроградный он а наше мышление погружает в некую вязкость да как знаете как человека мы представляем опускаем воду и заставляем его бежать вот точно так же к нам поступает информация а мы ее воспринимаем через некую такую затрудненную до наше мышление оно становится очень таким и зацикленным и нам не так легко и быстро отреагировать на какие-то возникающие моменты поэтому этот момент тоже учитываем и в этот период времени у нас могут срываться договоренности могут срываться подписаны документы то есть вы оформили какой-то документ потом был куда-то в какую-то инстанцию занесли а там его неправильно оформили не ту букву написали не то число поставили да поэтому что от нас требуется требуется более внимательного контроля да и более внимательно больше времени мы себе должны предоставить на совершение той или иной операции следующий момент с 12 по 22 число у нас также задействован и третий дом гороскопа и шестой дом гороскопа поэтому с 12 по 22 число мы можем решать какие-то вопросы касаемо оформления документов связаны с нашим здоровьем может быть мы будем выходить из больничного да или мы может быть будем оформлять или переоформлять договор найма до или вот какие-то рабочие моменты мы будем переделывать все что связано с документами и это будет до завершаться и начинается какой-то новый этап именно в этот период времени нам придется столкнуться с неким давлением или преодолением каких-то моментов когда нам нужно будет отстоять себя и свое право на что-то поэтому имеем это ввиду и не опускаем руки раньше времени и 20 октября это полнолуние полнолуние приходится на 9 дом вашего гороскопа это про наше мировоззрение поэтому в канун а 20 числа мы можем увидеть все что вокруг нас происходит с нового ракурса с новой точки зрения в канун 20 числа мы можем получить какое-то решение суда все что связано с юридическими инстанциями все что связано с поездками с переездами именно в канун 20 числа мы получим какую-то ясность и решение рада вас видеть девы на своем канале и с вами по-прежнему я астролог Екатерина Алиникова это видео прогноз на октябрь месяц два-три предложения в самом начале о чем это о чем будет октябрь но безусловно у вас тема здоровья тема финансов она выйдет на первый план но их безусловно октябрь месяц это про партнерские отношения и про баланс если мы говорим про октябрь то основная рекомендация в том является что очень важно сейчас быть во единстве движение с кем-то в паре движение в союзе движение когда мы в командой да с кем-то намного будет выгоднее чем когда мы действуем друг против друга или тет-а-тет это тот момент о котором никогда не стоит запоминать забывать в течение всего октября месяца давайте обо всем по порядку с 1 по 6 октября у нас очень активный меркурий и плутон эти две планеты они отвечают за критичность за критичность мышления за негативное мышление и за некая такое вязкость мышление когда мы очень интенсивно начинаем считать наши доходы когда мы начинаем или же очень сильно контролировать наши траты что это будет доходить до абсурда или же когда мы можем тратить и не контролировать наши моменты финансовые да поэтому здесь очень важен баланс следующий момент вот с 1 по 6 число это тот период времени когда могут возникать какие-то финансовые вопросы касаемо ваших детей может быть вам придется строить границы в тратах да вот ваш ребенок будет говорить дай денег дай денег а вам нужно вовремя сказать нет все достаточно может быть вам действительно нужно будет пересмотреть и уделить внимание тому что вы мало уделяете финансов до вашему ребенку вот эта тема финансов тема здоровья ваших детей она также будет очень актуальна с 1 по 6 октября 7 октября это такое благоприятное начало нового этапа почему потому что венера меняет знак и меняет знак в более благоприятный более оптимистичный для себя и входит в четвертый дом вашего гороскопа поэтому именно сейчас мы можем ожидать то что нам будет нравится находиться дома мы можем покупать какие-то вещи мы можем переделывать какие-то ремонтные вопросы касаемо дома то есть носить какой-то комфорт уют касаемо нашей недвижимости и все что связано с нашими домочадцами да мы будем будет больше позитива больше жизнерадостных каких-то моментов касаемо наших родственников и вот внутренне семейных каких-то моментов до 11 октября с 1 по 11 октября у нас также марс идет соединение с солнцем и все это во втором доме вашем гороскопа это говорит о том что именно сейчас у вас появляется энергия желание активность в том чтобы заработать деньги финанс улучшить как-то свою финансовую составляющую в худшем случае в зависимости от того как расположены планеты в вашем гороскопе лично могут возникать какие-то ссоры могут возникать какие-то недопонимания и в этот период времени у некоторых представителей знака зодиака дева могут быть даже хирургические вмешательства или какие-то заболевания связаны с высокой температурой с 1 по 11 октября поэтому учитываем этот момент и вносим соответствующие действия до 18 октября вот это уже информация на я думаю была до вас доступна да вы уже где-то слышали меркурий в ретроградном движении это говорит о том что пришло время возвращать какие-то долги касаемо финансов этот период времени когда нас будут возвращать куда-то в прошлое касая то что было в сентябре это что должно мы были сделать в сентябре то сейчас до 18 октября мы должны будем это переделать и что-то пересмотреть это касается нашего здоровья и это касается наших финансов финансовых тратах поэтому до 18 октября возможно срывы договоренности если это новые какие-то дела и новые начинания если это что-то переделывание то это очень благоприятный период времени следующий период времени это с 12 по 22 октября у нас задействовано 2 5 дом гороскопа поэтому именно сейчас мы можем ожидать некое давление или некое такое некомфортное состояние касаемо нашего физического здоровья нашей энергии и касаемо наших любимых людей и детей мы можем нас могут как бы обязывать какое-то давление мы можем чувствовать с их стороны что нужно что-то поменять что нужно что-то переделать вот 12 по 22 числа и 20 октября у нас ожидает полнолуние и данная полнолуние она приходится на восьмой дом вашего гороскопа поэтому в канун 20 числа мы можем столкнуться с какой-то кризисной ситуации или появится какой-то момент который мы раньше почему-то недооценивали или воспринимали его не тем образом как нужно было и сейчас вот эта информация она выйдет на первый план и это будет касаться финансов нашего здоровья какой-то банковской системы как налогообложений да то есть вот что-то будет вот перед выходить на первый план и требовать от нас решение рада вас видеть весы на своем канале и с вами по-прежнему я астролог екатерина оленика это видео прогноз на октябрь месяц но если мы говорим двумя-тремя словами о чем октябрь месяц этот месяц о вас о том как вы себя чувствуете какая у вас самоидентификация как вы можете противостоять каким-то бессознательным моментом давящим как вы можете отстоять свои границы и не нарушать границы других людей вообще конечно октябрь месяц это про нашу внешность и про то как мы выглядим и про партнерские отношения потому что очень большое количество планет именно в весах весы это пара партнерство поэтому именно в октябре мы можем ожидать во первых возвращение людей с прошлого да вот эти привет в социальных сетях и мессенджерах мы как раз не будем сталкиваться не один раз но давайте обо всем по порядку с 1 по 6 октября у нас задействован 1 и 4 дом вашего гороскопа это говорит о том что именно сейчас вас могут вернуть куда-то в прошлое для того чтобы вы что-то переделали касаемо ваших родственников касаемо поездки на родину касаемо какой-то информации которая связана с вашими близкими родными и недвижимостью именно в этот период времени вы может быть будете переделывать перезаключать какие-то договора найма на недвижимость или до оформлять какие-то документы связанные с недвижимостью да то есть вот эта тема вопросов решения с родственниками она будет очень актуальна и даже может ощущаться некое давление с этой стороны что вот бумаги висят их нужно как бы вот этот вопрос касаемо бумаг нужно решить 7 октября это та дата после которой мы начнем себя более гармонично чувствовать более оптимистично скажем так у нас венера переходит знак зодиака стрелец и это третий дом нашего гороскопа это говорит о том что у нас возможно какие-то поездки я начиная 7 октября и до конца месяца на с этого периода времени кто-то может получать права в этот период времени мы можем получать или идти какое-то проходить обучение которое нам приносит удовольствие который нам нравится в этот период времени у нас могут быть поездки но это не такие далекие поездки когда мы едем там из европы летим в америку это более близкие на короткие расстояния но количество поездок может быть много и и вот начиная 7 октября период благоприятный для совершения каких-то поездок единственный момент очень важно учитывать и что и меркурий то ретроградный и планировать свое время правильно больше закладывать погрешность до в что мы не за час приедем на автовокзал за два часа да потому что вот могут быть накладки с транспортом до 11 октября с 1 по 11 октября это тот период времени когда у нас может появиться активность у нас появится энергия силы в том чтобы действовать чтобы посмотреть и пересмотреть себя посмотреть на со стороны пересмотреть свои месте а посмотреть по-другому как мы выглядим солнце в первом доме нашего гороскопа и а это тот период времени когда мы станем очень заметны для окружающих и нам захочется себя проявлять себя показывать в худшем случае этот период времени склоняет к неким недопониманием и ссорам очень важно что вообще в октябре месяце важен такое понимание как его единстве сейчас важно быть с кем-то чем одному сейчас лучше будут продвигаться проекты дела когда мы с кем-то в когда мы в союзе когда мы с единомышленниками начинать новые проекты до 18 октября включительно я бы не рекомендовала а вот давать новую жизнь старым начинанием как раз очень подходящее время вот начиная после 18 числа числа с 22 это тот период времени когда и на мировом уровне у нас появится уже движение и на личном уровне у нас уже будут заключаться более конструктивно договора могут появляться более благоприятные отношения до выстраивания каких-то отношений партнерских но это уже конец месяца с 12 по 22 число у нас активен первый и четвертый дом гороскопа это говорит о том что именно в этот период времени мы можем чувствовать некие некое давление со стороны родных близких когда может быть им нужна будет наша помощь может быть именно сейчас нужно будет отстоять границы сказать решайте свои вопросы сами а то есть вопросы связаны с родными с близкими с недвижимостью будут от нас требовать какого-то решения и она будет где-то некомфортно да нам нужно будет простроить свои личные границы а 20 октября это полнолуние полнолуние это про то что в нашу жизнь а что-то придет что мы не замечаем это что высветится у нас это связано с партнерскими отношениями поэтому в канун 20 октября нас появится какая-то ясность касаемо партнерских отношений может быть у кого-то появится новый человек вашей жизни да у кого-то наконец-таки расставятся все точки над и в партнерских отношениях она этот полнолуние она действительно будет эмоционально поэтому вносите свою жизнь сбалансированную физическую нагрузку перенаправляйте вот это напряжение которое скапливается и обязательно разговаривайте потому что через разговор через озвучивание какой-то информации да там с подругой с близким человеком мы все равно снижаем вот это напряжение только главное когда мы обсуждаем с кем-то с близким чтобы они нас не накручивали да еще больше не вводили вот это состояние напряжения а наоборот помогали расслабить и снять это напряжение рада вас видеть скорпионы на своем канале и с вами по-прежнему я астролог екатерина оленикова это видео прогноз на октябрь месяц для вашего знака зодиака и так если мы говорим про октябрь месяц про что это но безусловно у вас задействован очень сильно 12 дом гороскопа это все что связано с тайнами это все что связано с какой-то скрытой информации это все что связано с иммиграцией поэтому именно сейчас в этот период времени будут решаться моменты вопросы касаемо каких-то делов которые вы не хотите афишировать для кого-то то что вы какой-то длительный период времени скрывали ну давайте обо всем по порядку с 1 по 6 октября у нас задействован 12 и 3 до гороскопа это говорит о том что в этот период времени во первых у нас возможно такое очень глубокое изучение какой-то информации мы можем прорабатывать какие-то документы прорабатывать какую-то информацию какую-то то что было скрыто или то что мы скрываем именно в этот период времени мы можем решать вопросы связанные с документами связанные с автомобилем и в этот период времени первую неделю до октября очень важно быть внимательным за рулем потому что присутствует высокая аварийность все что связано с маневрированием будьте осторожны следующий момент это само 6 октября это новолуние она новолуние она приходится на 12 дом вашего гороскопа это говорит про то что именно сейчас мы будем открывать какой-то новый этап он будет длиться в течение месяца связаны с чем-то тайным связаны с какими-то тайными знаниями связанные с решением вопросами с госпитализации с каким-то хроническими заболеваниями поэтому в канун 6 октября очень важно следить за своем здоровье до минимизировать какую-то вероятность заражения и более бережно к себе относиться это период времени чтобы перенаправить неплохо для чего для того чтобы покопаться в своем бессознательным поработать с медитациями поработать какими-то такими установками которые связаны с нашим бессознательным это будет некое перенаправление и решать вопросы связаны с какими-то хроническими болезнями допустим беспокоит у вас боль в шее до длительный период времени вот как раз данная новолуние мы можем начать решать этот вопрос и в течение месяца присутствует очень большая вероятность что вы решите этот вопрос следующий момент такой благоприятный на мой взгляд это 7 октября начиная с этого числа венера меняет знак входит во второй дом вашего гороскопа а это про ваше здоровье это про ваши финансы это говорит о том что у вас будут появляться и желание силы и возможности и энергия самое главное начиная с 7 октября до конца месяца решить вопросы со здоровьем с энергией и финансовыми составляющими если у вас будет предоставляться возможность то действительно она будет предоставляться сейчас после 7 октября и до конца месяца чтобы заработать а следующий момент на который хочется обратить внимание это с 1 по 11 октября у нас солнце и марс они идут рядышком идут рядышком и в двенадцатом доме гороскопа это говорит о том что у кого-то будет не хватать энергии в этот период времени она будет но она будет такая знаете несколько напряженная когда она вот в плане раздражения присутствует а у кого-то именно в этот период времени могут появляться но если вы женщина какие-то скрытые отношения с мужчиной то есть что-то ах тайного характера какие-то или может быть в вашей жизни будут появляться отношения с мужчиной который издалека да потому что 12 дом или это тоже нельзя афишировать или то что находится очень далеко от нас поэтому вот с 1 по 11 октября мы можем столкнуться вот с такими ситуациями для чего подходит этот период времени но безусловно для каких-то дел которые связанные с закрытыми темами допустим с эмиграции с переездом с каким-то зарабатыванием денег когда это не на виду это период времени благоприятны для того чтобы решать вопросы такого скрытого характера до 18 октября мы уже с вами думал слышали вы не едино что то что меркурий нас ретроградный и опять он идет по двенадцатому дому гороскопу поэтому этот период времени благоприятен для того чтобы вы до вы доставать какую-то информацию которая у нас есть бессознательным и именно в этот период времени до 18 октября к нам может приходить какая-то тайная информация которая раньше была скрыта а сейчас мы ее узнали или нам предоставится какая-то возможность что-то переделать да причем это то что мы будем переделывать окружающие как бы не все знают об этом вот этот момент им нужно пользоваться до 18 октября начинать какие-то новые проекты я бы не рекомендовала еще вот такой момент что в октябре очень важно действовать во единстве с кем-то в паре именно действия совместно с кем-то будут приносить намного лучше результаты больше чем когда мы тет-а-тет да действуем и весь октябрь у нас присутствует конечно большая вероятность травмоопасности и все что связано с аварийностью поэтому имейте это ввиду будьте более внимательны за рулем 12 по 22 октября также задействован и 3 дом и 12 дом вашего гороскопа это все что связано с нашими родственниками поэтому именно сейчас мы можем решать какие-то документальные вопросы да с документами касаемо наших родственников касаемо наших соседей допустим границу участка будем до отделить или как-то документально оформлять этот период времени когда возможны какая-то информация тайная которая была скрыта касаемо наших родственников или наших соседей и вот этот период времени когда мы можем все что связано с обучением пересдавать переделать да что-то вот на новый уровень переводить и 20 октября это последнее событие такое яркое у нас в октябре у нас полнолуние полнолуние приходится на 6 дом вашего гороскопа по именно поэтому именно сейчас канун 20 числа важно позаботиться о своем здоровье важно более бережно относиться к работе дарка с в работе сколь еще режущими предметами в этот день в канун 6 октября и это день отлично подходит для того чтобы пересмотреть увидеть какие-то вещи касаемо наших ежедневных рутинных дел которые мы не замечаем для того чтобы что-то вот переделать октябрь месяц это действительно месяц переделок когда нам очень нелегко двигаться вперед но после 20 чисел вот это движение она ускорится и мы получим и пойдем уже к намеченному результату рада вас видеть стрельцы на своем канале и с вами по-прежнему я астролог екатерина оленикова это видео прогноз для вашего знака зодиака на октябрь месяц если мы скажем двумя-тремя словами о чем у нас будет октябрь для вашего знака зодиака то это безусловно темы нашего будущего тема финансов и темы дружеских отношений именно эти моменты они выйдут на первый план и будут требовать от нас каких-то коррекций до каких-то решений с 1 по 6 октября у нас задействован и одиннадцатый дом и второй дом гороскопа это говорит о том что мы в какой-то степени можем видеть наше будущее не совсем корректно то есть у нас может быть более направленность на негативное мышление мы можем не представлять нашего будущего в позитивном ключе все что у нас происходит мы можем видеть через призму негатива или более больших сложностей чем она есть на самом деле в этом обязательно учитывать этот момент и не допускайте снижение да вот такое негативное состояние следующий момент именно с 1 по 6 октября у нас могут быть какие-то возвраты в прошлое касаемо дружеских отношений каких-то обществ организаций да когда нас будут структурировать когда нам нужно будет отстоять свои границы на ту же зарплату когда мы распределяем имеем общий бизнес друзьями да на какой-то момент связанный с какой-то организации когда нам нужно будет вот отстоять вот эти своего права на что-то с 1 по 6 число вот эти моменты они будут очень актуальны 6 октября у нас новолуние новолуние у нас приходится на 11 дом гороскопа и это говорит о том что сейчас хорошо начинать какие-то начинания закладывать до которую мы уже пробовали сделать в прошлом но они по какой-то степени может быть нас не устроили или мы остались ими недовольны вот как раз в канун данного новолуние 6 числа благоприятно двигаться вперед и давать новую жизнь старым начинанием да и эти начинания они могут быть связаны с друзьями допустим где-то что-то у нас не срослось и кстати в этот период времени мы можем получать в мессенджерах в социальных сетях привет из прошлого да то есть все что связано с дружескими отношениями давно не общались тут вам все пишут привет привет там как дела вот эти вот возврат и привет из прошлого они будут очень актуальны и в данной новолуние если вы хотите возобновить какую-то дружескую связь то вот это как раз подходящее время 7 октября венера у нас переходит в первый дом вашего гороскопа это положительное положение это классное положение на самом деле потому что именно сейчас мы будем нравиться людям мы будем обладать повышенным каким-то обаянием многие представители знака стрелец особенно асцендентные стрельцы захотят что-то изменить своей внешности они станут более привлекательными как будут какие-то покупки потребность до в этих покупках будет присутствовать 7 октября и до конца месяца вот это положение но располагает нас к обаянию следующий момент это с 1 по 11 октября также задействовано 11 дом гороскопа а у нас марс соединение с солнцем на протяжении всего этого периода времени это говорит о том что мы получим какой-то импульс какую-то активность или поймем что так дальше продолжаться не может касаемо нашего будущего поэтому именно сейчас с одной стороны у нас возможны конфликтные ситуации недопонимания с единомышленниками а с другой стороны именно а сейчас мы можем сделать какой-то рывок на будущее на что-то изменить в нашем будущем до 18 октября меркурий ретроградный опять в 11 доме нашего гороскопа это говорит о том что сейчас все что связано с интернетом нужно быть более внимательными они оставлять какие-то свои данные не проводить боль проводить оплату если вы это делаете более внимательно проверять цифры потому что все что связано с социальными сетями интернет пространством оплатами документами через интернет возможно какие-то накладки зависания и взламывание наших вот почтовых ящиков да и тому подобных вещей потому это имейте ввиду но и друзья из прошлого также могут возвращаться с 12 по 22 октября это тот период времени на который нужно обратить внимание у нас солнце квадратуре с плутоном поэтому мы можем ожидать недовольство нашим а финансовым составляющей нашей или же нашего здоровья именно сейчас нужно уделить здоровью как можно больше внимания все что касается с одной стороны отстоять свои собственные границы дано на потребность до что вот я хочу допустим столько-то времени посвящать здоровью да и значит остальное вот в сторону убираем все что связано с нашими финансами тоже нам придется где-то отставать границы или с начальством не с нашим руководителем для того что мы вот можем зарабатывать больше и мы достойны большего да вот это давление мы можем очень сильно ощущать а также в течение всего октября я бы рекомендовала более внимательно относиться к вождению да если вы водите автомобиль все что связано с переходом дороги потому что аварийность у нас в октябре ожидается больше среднего выше среднего и следующее событие это 20 октября это полнолуние она приходится на 5 дом вашего гороскопа это все что связано с детьми это все что связано с романтическим влюбленностями хобби увлечениями поэтому данное полнолуние она высветит какую-то тему которую мы не хотим видеть может быть это будет касаться нашего ребенка принесет он нам двойку или он заболеет а мы не хотели видеть то что вот он где-то там как-то подкашливает да то есть если мы что-то упускали то вот как раз данное полнолуние она высветит и покажет что нам туда нужно приложить свои усилия а а также вот это полнолуние она может высветить очень нас ярко да когда мы задумываемся о том что нам нужно ввести какое-то новое хобби какое-то увлечение и мы поймем что вот нужно двигаться в эту сторону рада вас видеть козероги на своем канале и это видео прогноз на октябрь месяц от меня от астролога екатерины олениковой а если мы скажем двумя-тремя предложениями о чем у нас будет октябрь то безусловно это все что связано с профессиональной реализации все что связано с социальным статусом и все что связано у нас нами как личностями именно эти темы они будут очень актуальны вообще октябрь месяц это время когда очень важно действовать во единстве с кем-то когда мы с кем-то в паре когда мы с кем-то наш результат будет намного выше намного круче чем когда мы тет от тет выходим для решения какого-то вопроса в октябре месяце очень большое значение имеет такое качество как гибкость как умение перестраиваться подстраиваться и дипломатичность очень важно в октябре не нарушать чужих границ и вовремя отстраивать свои границы чтобы давление извне не повлияло на вашу самооценку но давайте обо всем по порядку с 1 по 6 октября у нас задействован 10 и 1 дом гороскопа это говорит о том что нас будут возвращать куда-то в прошлое для того чтобы мы переделали в профессиональной плане что-то что-то пересмотрели пересмотрели свои методы работы может быть у вас будут возвращаться какие-то контракты какие-то дела из прошлого да и мы их будем по-новому воспринимать и переделывать это период времени когда возможно недопонимание накладки именно в этот период времени у нас будет такая знаете очень интенсивная умственная нагрузка такое прямо же надо напряжение очень важно это во время останавливать и переключаться также именно в этот период времени возможно у части представителей знака зодиака козерог негативное мышление касаемо себя что я являюсь там плохим специалистом или я недостаточно хорош да то есть вот этот уход мышления со знаком минус он может также присутствовать поэтому важно понимать что это временно и уже начиная с 7 числа ситуация станет намного гармоничнее и более жизнерадостней 6 октября у нас новолуние новолуние приходится на дом профессиональной реализации на дом нашего самоотношений с супругом и нашего социального статуса поэтому начиная с 6 октября могут складываться какие-то ситуации когда будет меняться наш социальный статус что имею под социальным статусом это наше положение в обществе когда у нас меняется положение общества когда мы выходим замуж когда мы становимся мамой или папой когда у нас получается новый мы на новый уровень профессиональной реализации выходим да то есть что-то в глазах общества у нас меняется мы становимся или на ступеньку выше или на ступеньку ниже поэтому в данное новолуние очень важно закладывать какие-то проекты которые вы когда-то раньше начинали но почему-то бросили, или они не принесли должного результата, то вот сейчас очень хорошо внести корректировку и заложить по-новому новый момент, какой-то новый этап. 7 октября Венера у нас приходит в 12-й дом гороскопа, поэтому именно в этот период времени благоприятно пересматривать, рассматривать себя, знаете, через призму психологии, через призму астрологии. Это период времени благоприятен для каких-то дальних путешествий, для путешествий по местам силам, все, что связано с монастырями, вообще закрытыми учреждениями. Вот эти вот моменты, и у нас будет потребность посещать такие места. И это, если будет происходить, оно нам будет приносить радость и удовольствие. 7 октября и до конца месяца. С 1 по 11 октября у нас Марс в соединении с Солнцем. Это такое соединение, которое приносит импульс, приносит силу, какую-то активность. И все это происходит в 10-м доме гороскопа. Это говорит о том, что именно сейчас у нас появится энергия, появится импульс для каких-то профессиональных подвигов. В худшем случае в этот период времени до 11 октября у нас возможно недопонимание и конфликты с нашим начальством. И в профессиональной деятельности будет присутствовать какая-то такая тревожность. Все зависит от вашего личного гороскопа и от умения контролировать, вот этими энергиями управлять. До 18-го числа Меркурий ретроградный, также 10-й дом гороскопа задействован. Я уже немножко говорила про то это, что нас будут возвращать в прошлое в профессиональном плане. Какие-то проекты из прошлого будут приходить. И приветы из прошлого тоже будут в профессиональном плане приходить. Допустим, кто-то из прошлых ваших нанимателей или прошлых ваших работодателей тоже могут давать о себе знать, писать, предлагать какие-то варианты трудоустройства. Вот эти все моменты могут происходить. С 12 по 22 октября у нас задействован 10 и 1 дом гороскопа. Это говорит о том, что мы можем обладать очень большой силой в этот период времени. И где-то не желая того, можем оказывать давление на окружающих. Поэтому сейчас нужно вот этот золотой баланс. Не нарушать границы других людей и не давать нарушать наши границы. А также в этот период времени в отношениях с отцом, с супругом возможно недопонимание и простраивание вот этого какого-то баланса. И последнее событие, которое нас ожидает в октябре, это полнолуние. И оно 20 числа будет переходиться на 4 дом вашего гороскопа. Поэтому в канун 20 октября мы можем ожидать каких-то ярких событий, связанных с родственниками, внутри семьи, связанных с недвижимостью. Они могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Но то, что они будут эмоциональны, это факт. Рада вас приветствовать в Адалии на своем канале. И с вами по-прежнему я, островок Екатерина Олейникова. Это видеопрогноз на октябре. И если мы говорим двумя-тремя словами об октябре, то о чем этот месяц будет для вас? Ну, безусловно, это все, что связано с оформлением различного рода документов. Это все, что связано с поездками, обучением, сдачей каких-то экзаменов. Эти темы, они будут сейчас актуальны и выйдут на первый план. Очень важно понимать, что именно в октябре важно действовать в единстве с кем-то. С кем-то в паре. И вообще решение вопросов, когда мы с кем-то, когда мы разговариваем и это все идет в виде диалога, будет намного круче, намного полезнее, чем когда мы решаем вопрос один на один. С 1 по 6 октября у нас задействованы и 9, и 12 дом гороскопа. Поэтому что мы можем ожидать? Но в первую очередь мы можем столкнуться с какой-то ситуацией из прошлого, касаемо решения юридических вопросов, решения вопросов, связанных с оформлением виз, все, что связано с какими-то поездками, документами. И мы почувствуем некое давление, или же наше мышление будет направлено в сторону минус, что вот мне не дадут визу, что мне не получится сдать экзамен. То есть вот это может быть более негативная настроенность. Поэтому это мы контролируем и перенаправляем наше мышление со знаком плюс. В лучшем случае этот период времени очень хорош для глубокой проработки, для изучения, для методичного погружения в какую-то информацию, и для того, чтобы решить то, что было у нас когда-то давно в прошлом, и дать новую жизнь, вот касаемо документов и экзаменов. Следующее событие в октябре это новолуние. Оно будет проходить 6 числа и затрагивать также 9 дом вашего гороскопа. Поэтому сейчас очень хорошо закладывать какие-то события, которые связаны с вашим будущим, следующим, но с обучением, с юридическими моментами, с документами и поездками, которые были у вас в прошлом, но почему-то не удались, или же вы не довели до конца. То вот данное новолуние, оно поможет вам решить вот эту ситуацию в течение месяца. 7 октября Венера у нас переходит в знак Зодиака Стрелеца. Это 11 дом гороскопа. Это говорит о том, что все, что связано с нашими социальными сетями, все, что связано с единомышленниками, друзьями, оно выйдет на первый план и будет приносить нам удовольствие. Поэтому если вы в этот период времени, 7 октября и далее, выложите какую-то свою фотографию, то вы можете получить больше позитивных отзывов, откликов каких-то на свое проявление в социальных сетях. В этот период времени мы можем познакомиться с какими-то людьми, которые нам будут приятны, приятны в общении. Это могут быть какие-то единомышленники, вообще люди, которые нам симпатичны. С 1 по 11 октября это тот период времени, когда у нас Солнце идет в соединении с Марсом. Это говорит о том, что мы будем направлены на какую-то активную деятельность, связанную тоже с документами, визовыми, экзаменами, поездками, решением каких-то юридических вопросов. Этот период времени для этого как раз очень хорошо подходит. И все, что связано с получением образования. Возможно, какие-то конфликты, какие-то стрессовые ситуации, когда очень важно держать вот этот баланс, и вот эту свою агрессию вовремя останавливать, потому что агрессия будет присутствовать. До 18 октября у нас Меркурий в ретроградном движении. Это говорит о том, что сейчас хорошо что-то переделывать. Наше мышление будет более вязкое. Именно сейчас мы будем видеть все через призму, не до конца обладая какой-то информацией, через призму такую водянистую, когда мы понимаем, что нужно что-то сделать, но договоренности срываются, времени не хватает. Или мы неправильно рассчитываем время, или мы что-то забываем. Поэтому вот этот момент нужно учитывать и себя где-то подстраховывать. Оплачиваем мы какие-то документы, какие-то платежки, перепроверяем, оформляем что-то, даем дополнительное время чуть-чуть больше, чем обычно. И, конечно, вот в этот период времени, до 18 октября, аварийность очень высокая. Поэтому будьте внимательнее за рулем. Следующий момент это 12 по 22 октября также задействован и 9, и 12 дом гороскопа. Поэтому в этот период времени мы можем столкнуться с решением вопросами, связанными с эмиграциями, поездками, переездами, какими-то такими информациями, которые расширяют нашего мировоззрения. А может быть мы будем куда-то путешествовать вместо силы. Может быть это будут какие-то монастыри. Может быть мы пойдем какое-то проходить обучение по какой-то магии или каким-то метафорическим картам. То есть что-то на грани тайны и науки. И вот этот период времени с 12 по 22 число он будет склонять к каким-то таким вещам. Мы можем чувствовать давление, какую-то эмоциональную нестабильность в этот период времени. Но очень важно уметь правильно себя оценить и вот эту границу, чтобы мнение окружающих не сильно на вас влияло. 20 октября это полнолуние. Оно приходится на третий дом вашего гороскопа. Это говорит о том, что какие-то вопросы будут, придут к окончательному решению. Связанные с экзаменами, поездками, с документами, с родственниками, с соседями. То есть что-то будет происходить, что скажет, все, вот это итог, вот результат, который мы получили. И будут возникать какие-то ситуации, которые будут требовать по этим сферам жизни решений. Рада вас приветствовать рыбы на своем канале. И с вами по-прежнему я, астролог Екатерина Олейникова. Это видеопрогноз на октябрь месяц. Если мы двумя-тремя словами скажем, о чем у нас будет октябрь, то в первую очередь это, конечно, решение каких-то вопросов, которые давно вас волновали. Это вопросы связаны с деньгами, это вопросы какого-то кризисного характера, это все, что связано с кредитами, налогами. То есть вот все, что требует от нас какого-то резкого реагирования. И самая главная рекомендация на октябрь месяц, что мы должны сейчас быть во единстве. То есть действие в паре, действие с кем-то, в союзе с кем-то будет приносить намного больше результат, чем когда мы один на один решаем какой-то вопрос. Поэтому имейте это в виду. С 1 по 6 октября у нас Меркурий в квадратуре с Плутоном. Это про то, что именно сейчас у нас могут срываться какие-то договоренности, какие-то планы на будущее у нас были касаемо финансов, касаемо какого-то совместного действия с друзьями, какими-то единомышленниками. И по каким-то причинам эти планы будут сложнее реализовываться. Но очень важно сейчас не падать духом, очень важно не уходить в мышление в знак минус, да, и грамотно себя вытягивать с этого состояния и понимать, что после 6 числа ситуация будет уже нам видеться в более радужном каком-то свете. В этот период времени возможны разрывы договоренностей. И, допустим, вы рассчитывали на получение какого-то кредита, кредит может быть не получен, да, или какая-то может быть накладка. Допустим, вам нужно будет предоставить еще какой-то документ дополнительный. То есть вот эти моменты, нужно их учитывать. Возможны конфликтные ситуации в дружеских отношениях и недопонимание, когда важно будет проявлять некую гибкость. И вообще весь октябрь вот эта дипломатия, вот эта гибкость, не нарушение чужих границ, очень важно. Следующий момент, это 6 октября, Новолуние. Новолуние будет приходиться на 8 дом гороскопа. Это говорит о том, что именно сейчас мы закладываем какой-то новый сценарий на целый лунный месяц. Поэтому очень важно начинать какие-то события, они не должны быть вот прямо новые, но которые у вас были когда-то в прошлом, и вы сейчас им даете новую жизнь. Это касается каких-то хирургических вмешательств, это касается, которые у вас когда-то были, да, и вы сейчас хотите что-то узнать, информацию, что-то переделать. Это касается финансов, кредитов, да, то есть вот что-то доделать. И в течение месяца вот эта ситуация, она будет дорешена. 7 октября. Венера у нас меняет знак, и на мой взгляд, она для вас меняет намного лучшее положение, чем до этого было. Она входит в 10 дом гороскопа, поэтому именно сейчас мы можем ожидать изменений каких-то к лучшему в профессиональном плане. Может быть, ваш начальник уйдет в отпуск, и вы будете с большей радостью ходить на работу. Может быть, вы поедете в какую-то командировку, да, потому что Венера в стрельце, она склоняет к какому-то движению. Может быть, именно сейчас вы будете получать какое-то новое информацию, какое-то проходить обучение, но оно вам будет нравиться. Оно может быть связано или с людьми другого менталитета, или с языковыми какими-то моментами, или правовыми какими-то моментами. И вот начиная с 7 октября до конца месяца, тот период времени, когда вы можете получать больше удовольствия, чем обычно, в профессиональном плане, и могут вопросы решаться к лучшему с этого периода времени. Следующий период времени, на который нужно обратить внимание и как бы его выделить, это с 1 по 11 октября. У нас Марс в соединении с Солнцем, и все это в восьмом доме вашего гороскопа. Это говорит о том, что у вас появятся какие-то энергии, какая-то сила для решения вопросов кризисного характера. Могут возникать какие-то ситуации с деньгами, или какие-то риски, но у вас будут все возможности эти вопросы решить. Возможно раздражение, возможно агрессия, и сейчас, в этот период времени, очень важно себя балансировать, и не выходить в сильный негатив. До 18 октября Меркурий ретроградный, поэтому очень грамотно строим планы, строим договоренности, расходуем финансы. В этот период времени хорошо мы можем возвращать какие-то деньги, мы сами можем возвращать, и нам могут возвращать какие-то долги. И если вот решать вопросы с долгами, то вот до 18 октября период очень подходящий. С 12 по 22 октября это такой следующий блок, на который мы обращаем внимание в октябре. у нас задействован 8 и 11 дом. Это говорит о том, что все, что связано с социальными сетями, все, что связано с мессенджерами, нам нужно быть более внимательным, более осторожными, потому что может быть какой-то неприятный комментарий, неприятное какое-то давление. Все, что связано с дружескими отношениями, все, что связано с планами на будущее, в этот период времени мы можем получать какое-то давление. То есть нам для того, чтобы что-то реализовать, нужно будет как раз преодолеть какие-то ситуации, которые будут возникать на нашем пути. И последнее событие в октябре это 20 число, это полнолуние. Оно приходится на второй дом гороскопа. Это все, что связано с нашим здоровьем, это все, что связано с подведением итогов по финансам. Поэтому ближе к 20 октябрю мы уже будем видеть, что у нас со здоровьем, все, что у нас связано с энергией, оно выйдет на поверхность и мы поймем, в правильном ли мы направлении движемся касаемо энергии, касаемо здоровья и касаемо наших финансовых моментов. Вот такой нас ожидает октябрь. Надеюсь, мой видео прогноз был для вас полезен и до встречи в ноябре месяц. Субтитры сделал DimaTorzok